В таком составе государственный симфонический оркестр увидеть можно не часто. На сцене непривычно пусто. Нет первых скрипок и еще половины музыкантов. Это сделано специально. Артист играет музыку немецкого классика Пауля Хиндемита. Маэстро намеренно писал этот концерт без лишних инструментов, чтобы выделить звучание альта. Хиндемит был альтистом, при том альтистом-виртуозом. Он играл разную музыку камерную, сольную, солировал с оркестром, играл много разного. Видимо, он посчитал, чтобы обозначить тембр альта, чтобы слушателям запомнился этот тембр. Вы заметили, что альт играет в разных регистрах. Внизу, вверху, разными там штрихами, всевозможными там такими сложнейшими приемами. Людмила Руденко с оркестром солирует впервые. Десять лет девушка отдала скрипки и вот уже пятый год играет на альте. Это альт. Он немножко больше. У него тембр ниже и более объемный, чем у скрипки. Очень приятно. Первый раз с оркестром играю. Конечно, все по-другому. Не то, что с фортепиано. Совсем другие тембры, как будто бы другой мир. Во второй части музыканты сидели уже на своих привычных местах. Программу выступления продолжили произведения Иоганна Гумеля и Карла Марии фон Вебера. Все произведения прозвучали со сцены впервые. Следующее выступление также обещает быть премьерой. Сейчас музыканты серьезно готовятся к юбилейному концерту. В ноябре Приднестровскому государственному симфоническому оркестру исполнится 20 лет. Ярослав Богат, Салават Шихулисламов, Первый Приднестровский телеканал.